Путин провел запуск четырех баллистических ракет в рамках маневров стратегических сил России. Российские специалисты в компетенциях сетевое и системное администрирование и ювелирное дело оказались лучшими на крупнейшем мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills Абудаби-2017. Дагестанские парадхэквондисты привезли четыре медали разной пробы с чемпионата мира, проходившего в Лондоне. Минобороны России провело тренировку по управлению стратегическими ядерными силами страны, в ходе которой были проведены пуски баллистических и крылатых ракет. Главная цель учения – отработка взаимодействия ракетных войск стратегического назначения, дальние авиации и флота. Участие в тренировке принял президент Российской Федерации Владимир Путин. Верховный главнокомандующий произвел пуск четырех ракет. Дагестанские преподаватели теперь будут чаще встречаться, беседовать и обмениваться опытом. В Махачкале торжественно презентовали дом учителя. Расположен он в здании Дагестанского государственного педагогического университета. Дата выбрана неспроста. Открытие приурочено к столетию Дагестанского педагогического университета. Студенты стали главными гостями церемонии, а честь перерезать красную ленту выпала временно исполняющим обязанности министра образования и науки и министра печати. К поздравлениям присоединилась и исполняющая обязанности ректора ДГПУ Марина Магомедова. Дом учителя, по их словам, прежде всего нацелен на всевозможную помощь учителям школ, руководителям школьных объединений. Молодые преподаватели смогут здесь обратиться за советом более опытным коллегам, а при необходимости получить и психологическую поддержку. Сегодня для нас очень важный день, потому что мы все педагоги, мы все учителя, и многие из нас, наверное, если не все учились именно в этом педагогическом институте, уже в университете, это и является домом, даже если мы сегодня не назовем его домом, он был и остается домом для учителя. Потому что здесь мы готовим учителей, здесь и вся дальнейшая жизнь наших учителей проходит именно связанная с этим университетом. Без учителей, без базового воспитания, достаточно эрудированного, хорошего подготовленных детей, невозможно развитие будущего нашей страны. Дом учителя будет местом профессионального развития мастерства молодых педагогов. Хочу пожелать Дома учителя успешной работы на благо педагогического образования республики и всей страны. В Объединенных Арабских Эмиратах завершился мировой чемпионат WorldSkills Абудаби-2017, куда съехались мастера со всего мира, специалисты различного уровня и всех областей. Делегация от Республики Дагестан во главе с руководителем регионального координационного центра движения WorldSkills Russia Шамилем Магомедовым также присутствовала на закрытии чемпионата мира. Сборная России, показав хороший результат, завоевала 6 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую медали, остановившись в общекомандном зачете на пятом месте. Золото выиграли в таких компетенциях, как сетевое и системное администрирование, ювелирное дело, IT-решения для бизнеса, веб-разработка, холодильная техника и системы кондиционирования, экспедирование грузов. Серебро у российских робототехников, парикмахеров, мерчендайзеров и мастеров по обслуживанию грузовой техники и бронза в камнетесном деле. Лидерами соревнований, как и было ожидаемо, стали представители самой индустриальной страны мира – Китая. На их счету 15 золотых медалей. Погибнуть можно, даже поправляя свое здоровье, например, в больнице. Чтобы не допустить неорганизованных действий медперсонала в случае возникновения пожара, сотрудники МЧС регулярно проводят пожарно-тактические учения. На этот раз тренировка прошла в Республиканской офтальмологической больнице. Как все происходило, расскажут мои коллеги. По сценарию, условный пожар произошел в кабинете с заведующей отделением, расположенном на пятом этаже здания. Сработала система оповещений, и на всех этажах больницы раздался сигнал пожарной тревоги. Внимание! Пожарная тревога! Крочу, всем покинуть помещение! Незамедлительно в службу пожарной охраны позвонила медсестра. Не дожидаясь приезда спасателей, персонал больницы начал экстренную эвакуацию пациентов. Кроме того, до приезда пожарных, применив огнетушитель, одна из медсестер попыталась ликвидировать очаг пожара. Все пациенты, находящиеся на момент учения в Республиканской больнице, были успешно эвакуированы. Все выводили на пятом этаже, ни кого не осталось. С каждым разом реакция наших сотрудников, она все четче и быстрее. И время эвакуации тоже значительно меньше, чем, например, в предыдущий раз. К месту условного чрезвычайного происшествия прибыли огнеборцы пожарной части номер 7. Проведя боевое развертывание, пожарные оперативно приступили к ликвидации возгорания, и вскоре условный пожар был потушен. На территории города Махачкалы проходит надзорно-плаватическая операция под условным названием «Дравоохранение-2017». В рамках этой операции проводятся надзорные мероприятия по контролю исполнения предписаний и по исполнению плановых проверок. Для персонала больницы также был организован мастер-класс по тушению очага возгорания. И еще раз ознакомившись с принципом работы огнетушителя, каждый из работников самостоятельно закрепил свои знания на практике. Хамза Нурмагемедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. О спорте. Чествование призеров чемпионата мира по партехэквондо прошло накануне в Министерстве по физической культуре и спорту Дагестана. Напомним, что в столице Великобритании воспитанники спортивных школ республики в составе сборной России завоевали четыре медали. Чемпионом мира стал Алиасхаб Рамазанов. В шаге от награды высшей пробы остановился Магомедзагир Исалтибиров. Бронзовые медали в активе Амира Риколаева и Кадиба Гамы Амарова. По словам президента федерации партехэквондо Дагестана Руслана Биарсланова, подготовка к чемпионату мира прошла как положено. А то, что партехэквондисты вернулись домой с медалями, большая заслуга Министерства спорта. Глава спортивного ведомства Магомед Магомедов поздравил дагестанских партехэквондистов за успех на чемпионате мира. Спортсмены и их тренеры будут премированы. О том, какой курс валюты будет завтра, я вам расскажу сейчас. Доллар 58 рублей 8 копеек, евро 67 рублей 52 копейки. Оставайтесь на нашем канале, смотрите наши новости и на сайте nntv.ru. Всего хорошего, приятных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова